всем привет с вами youtube канал геймы принтер сегодня будем собирать копир и запускать его давайте начнем вот наш ролик захвата ролик захвата отвечает он за захват бумаги то есть если у вас будет он засоренный или не будет ваш копир захватывать бумагу виной всего он но также возможен виной ось которая может стать дугой так то есть согнутый и ролик захвата не будет выполнять свою функцию из чего же он состоит то есть видим с этого бога вот такая у нас с пластмассным который вставляется который вращается у нас ролик захвата у нас меняется то есть вот видим мы 1 защелка и по бокам 2 защелки то есть их отодвинули ролик захвата вытащили поставили другой таким образом обменяется с этой стороны у нас вот такая пластмасса почему-то она у нас с такой защелкой то эта защелка вставляется так я не понял то есть вот так она вставляется дальше у нас имеется шестереночки шестеренка видим сюда вращается в обратную сторону она не вращается чтобы снять вот эту шестеренку со своего места нам надо нажать вот на две защелки вот этих вот я нажал и вот таким то образом она у нас разбирается то есть видим такая пружинка из спирали из пластика без необходимости вам это делать не надо просто я вам показываю что внутри то есть вот она сама сам каркас да все одевается этот шестеренка вот она шестеренка вот она пружинка то есть вот этот изгиб у у нас получается вставляется вот сюда если у вас сломается ваша шестеренка свою операцию выполнить не будет теперь вот так ее одели аккуратненько затем посмотрели чтобы вот эта наша ямочка попала на свой изгиб вот видим попала на сюда если есть необходимость подправьте ее чтобы она встала сюда после чего мы одеваем нашу шестеренку чтобы вот эти так ходили попробовали то есть в одну сторону она вращается в другую нет чтобы вот эти защелки встали на свое место то есть была она так плотничком затем вот этот кулачок который у нас нажимает на механизм и вот эта шестеренка то есть вот выглядит она вот так здесь тоже из пластика такой цилиндр вставляется по всякому вижу значение здесь не имеет сейчас смажу смазкой в общем я покрутил повертел так и не понял для чего она нужна даже если вот эту снять нашу шестеренку тут видим нету ни паза ни четкой защелка если вы знаете для чего эта защелка напишите пожалуйста в комментариях будет очень интересно для чего она нужна все узел ролика захвата мы изучили то есть вот эта часть у вас отвечает за захват бумаги переходим к редуктору если у вас будет необходимость заменить моторчик этот винтик вы сможете открутить а вот этот винтик который держит не получится и таким вот образом вам придется разобрать весь узел на котором держится вот этот узел шестеренок то есть вот видим я вращаю его давайте разберем то есть чтобы сменить моторчик нам надо будет открутить вот этот винтик такой же маленький как обычный черненький этот винтик винтики одинаковые так вроде как бы освободили стопорное кольцо снимаем затем видим наше кольцо колесо не дает нам сняться откручиваем еще один винтик таким образом смотрим расположение всех шестеренок то есть вот видим как они находились чтобы снять вот эту шестеренку которая мешает открутить этот винтик в общем колесо снимается вот это наш вот так подставляем сюда терточку и аккуратненько его вытаскиваем видим все таки два шлица одеты и заклеена была после чего вы можете спокойно снять вашу шестеренку если она у вас сломалась и заменить ее или заменить сам мотор затем поставили шестеренку нашу обратно тут видим у нас такие направо гуляющие которые вставляются сюда на ось вставляем ее обратно чтобы попал в свой паз как надо и подклеиваем ее клеем чтобы она у нас не вылетала так с этим узлом мы разобрались как менять моторчик еще и как менять эти шестеренки следующая шестеренка у нас была вот такая вот которая в свою очередь вставлялась вот сюда здесь никаких я меток не вижу читал на форумах там разобрал редуктор и собрал неправильно сказали тут очень много меток пока я разбираю редуктор пока вроде никаких меток нету разборку делаю только для того чтобы посмотреть если здесь метки есть то как их потом выставить как они стоят на своем месте так с этой шестеренкой понятно откуда она следующая шестеренка у нас вот такая вот тоже смотрим метки меток нету достаем следующей шестеренки тоже здесь ничего вроде не отмечено все зубья целые самое главное если здесь у вас есть грязь большая такая почистить ее тоже ничего такого вроде нет никаких меток затем тт-60 . который у нас не достается нам же надо еще научиться доставать соленоид достаем вот эти две шестеренки винтик такой же маленький и 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 н то есть видим я на нее нажимаю вот отсюда рычажок у нас сработал вот нажал этот рычажок сработал это я показывал в той части то есть вот получается у нас у блока сканера и все такая деталька вот она деталька когда наш блок сканера проходит вот так вот он проходит ее вскользь наклоняет и когда возвращается обратно он нажимает и таким образом она срабатывает и действует на соленоид то есть грубо говоря вот эта деталь у нас отвечает за узел захвата бумаги скорее всего то есть вот она прошла и сидим она отгибается маленько на обратном пути она ступала и то есть если у вас слетит пружинка или сюда что попадет заклинит эта часть не будет выполнять свою функцию соленоид который отвечает за захват бумаги не будет выполнять свою операцию из чего состоит этот узел пружинка рычажок беленький черненький затем вот здесь у нас пружинка который возвращает и здесь у нас пружинка то есть получается узел из трех пружинок и трех деталях вот я нашел она сработала про этот топору я рассказывал то есть когда у нас идет верхняя крышка нажимается легкая пара наша открывается давайте осень здесь у нас расположено так рычажок чтобы достать соленоид нам надо крутить этот виник затем затем вот так вот он вытащился здесь видим пружинку на рычажке еще раз говорю вот этот соленоид у нас отвечает за прижим вот этой нашей шестеренки то есть видим я вот его натягиваю шестеренка соединяется и вот эта шестеренка наша вращается если соленоид будет неисправен значит она так прижиматься не будет следующим шагом сниму пружинку тут чтобы она не мешала деталька такая вот пружиночка длина вот такая затем чтобы снять этот рычажок нам надо брать защелки здесь их 4 штуки вот сняли эту детальечку так вот она выглядит то есть стоит такая металлическая возвратная деталька за счет которой вот эта часть у нас и ходит после того как мы сняли отсюда наш пружинка сама вылетела здесь пружинка приблизительно по длине вот такая ну еще одну пружинка снимем с нашего рычажка эта пружинка уже самая толстая и по длине приблизительно также обратите внимание на эти две пружины следующим шагом открутим раз два три винтика открутили три винтика винтики здесь такие же как и те после чего будем расслаивать наш редуктор еще один пинтик есть эта деталька мы уже знаем где стоит ее функцию так пинтика От соленоида и так и здесь какой-то волос был от соленоида. Пружинка. То есть вот так человек взял, у него сюда что-нибудь попало и всё. И как потом обратно собрать, очень долго будет. Но благодаря этому видео у него получится всё быстрее. Так, рычажка наша. Снимаем эту шестеренку. Затем снимаем вот эту шестеренку. Рисов здесь никаких не вижу пока. Затем, чтобы снять вот эту шестеренку, нам надо... А за счет вот этой рычага желтого, они прижимаются друг к другу и вращается наша шестеренка, которая вращается в свою очередь в сканер. Что тут ещё-то интересного? Пружиночка. Можете её снимать, но я её снимать не буду. Видимо, она не падает. Так, я сейчас вытащу. Так, вот она вытаскивается. Обратите внимание на зубья. Зубья здесь не целиком идут, а как бы два зуба идут, два не хватает. Потом опять два идут. В общем, два зуба – пустота, два зуба – пустота. Вот так вот выглядит эта деталька. Вот такой вот винтик. Штучка вылетела отсюда, стояла здесь вот так вот. За счет вот этого рычажка соленоида у нас этот рычажок срабатывает и прижимается. Ну, в принципе, вот я вам показал. Ещё стоит внутриредуктор. Так, здесь ещё вот такая вот деталечка. Если захотите снять вот эту часть, это захлёпанно, как бы, получается, поднимаем. Вот эту штучку вытаскиваем. Здесь видим специально в шестерёнке такая выемка. Вот под эту деталечку. Вытащили. И вот таким вот образом меняется вот эта шестерёнка. Тоже никаких рисок нету. Здесь две шестерёнки, видим, стоят. Одна работает за счёт пружинки. Как-то она стопорится, ничего я не пойму. То есть, вот эта пружинка, она, как бы, даёт такую... Ну, вот эта шестерёнка. Если у вас будет необходимо достать вот эту шестерёнку, вам надо будет снять шайбу. Вот эту. Затем видим здесь такой крепёж из пластика. Его нам будет вытащить. И отсюда достанете ось, на которой расположены две вот эти шестерёнки. Но это делать не буду. Всё показал, всё объяснил. Здесь тоже никаких рисок не вижу. Ну, всё. Из чего редуктор стоит, я вам показал. Сейчас самое интересное будет его собирать. Итак, собрали две половинки. Вначале поставьте соленоид. Оденьтесь сюда пружинку. Потом соленоид вместе с якорем поставьте на место, закрутите. Вот эти пружинки выглядят вот так. То есть... Затем оденьте вот эту. Не забудьте, тут направляющие три штуки. Они вам будут мешаться, когда вы будете шестерёнки ровнять. Зубчики вот эти от этой шестерёнки входят вот сюда. Затем надели эту шестерёнку. Обратите внимание, когда будете одевать эту часть, чтобы вот эта наша железочка, которая не даёт выпасть в шестерёнке, впала в паз. А вот эта ваша беленькая штучка будет заходить вот за эту железочку. Также вот эта пружинка входит вот сюда направляющие. Как и здесь, это тоже такая направляющая есть. Пока поставили только вот этот рычажок. Этот пока не ставим. Когда поставите и соберёте эти части, потом поставите вот этот. Редуктор штука интересная. Придётся вам Майклестинг помучиться. Я ещё раз говорю, без необходимости сюда залазить нечего. Сейчас соберу и покажу. Итак, собрали редуктор. Посмотрели, чтобы у вас всё было на месте. Когда будете ставить эти детальки, не забудьте об шайбе. Вот здесь шайба находится. Здесь такие видим как бы уголки, которые вставляются в металлический каркас. И под этой шестерёнкой такая же шайба. Затем одели раз в рычаг, два, три. Раз пружинка, два пружинка, три пружинка. После чего попробовали его работу, как обычно. То есть, сюда прошла, сгибается обратно. Рычаг сработал. Попробовали работу соленоида. Видимо, у нас сжимается, крутится. Соленоид отпускаем. Не вращается. Смутило меня вот одна деталька вот эта. Что-то я внимания вначале не обратил. Для чего она нужна. Ну, потом испытал. То есть, видим, как наша шестерёнка крутится. Когда я её нажимаю, она не крутится рукой. Скорее всего, для этого она нужна. Также обратите внимание, чтобы вот эти пружинки у вас стали в сейв направляющие. Сюда и сюда. Ну, в принципе, будем собирать остатки редуктора. Итак, поставили вот эти две серёночки. Затем ставим вот эту. Таким образом. Смотрим. Редуктор уже начинает работать. Следующим шагом будем ставить моторчик на всё место. Поставили вот эту нашу шестерёночку. Маленько отодвинули. Теперь ставим его, как он должен быть. Подогнали его. Нажимаем. Нашу шестерёночку. Так. То есть, таким образом его поставили. Зафиксировали. И закручиваем наши винтики. Ну вот, всё. Редуктор собрали. Закрутили на четыре винтика. Попробовали его работу. Всё вращается. Также поставили сюда акта-пару на датчик. Попробовали, чтобы флажок у вас входил и выходил. Ничего не мешало. В принципе, всё. С редуктором мы ознакомились. Я вам ещё рассказал, из чего он состоит. Будем собирать копир дальше. Откнул весь корпус. Вот эти штучки, которые мешали проходу бумаги. Я их просто взял отрезал. Чтобы не мешалось. Вы можете взять и открыть, если есть желание. Наклеить новую. Но это делать не будем. Видим, какое состояние у него было. Какое стало. Тут тоже всё почистил. Я буду ставить схему на своё место. Схемка тоже у нас чистенькая стала. Обратите внимание на эти контакты, которые идут на картридж. Чтобы они у вас входили. Об схеме я вам рассказать ничего не могу. Потому что я никогда ничего не ремонтировал. Если есть опыт, пишите. Что у вас выгорало, что вышибало. Будет очень интересно. И мне, и подписчикам. Буду собирать. Узел соберу. Покажу, куда вставилось. Обратите внимание. Давайте начнём сборку. Итак, подцепили плату. Закрутили сюда один винтик. Защёлкнули вот эту одну защёлочку. Затем подцепили два разъёма вот этих. Подцепили разъём вот этот. Отсюда вывели пучок. От кнопки. Подцепили кнопочку. Вроде бы и всё. Одели нижнюю крышку. Закрутили на два винтика. Следующим шагом поставили все свои детали на место. На что обратите внимание. Чтобы вы не запутались. Когда вот эта у меня металлическая деталька упала. То есть, вначале засуньте её. А потом ещё ставьте сверху. В том видео я всё показывал. Где что находится. Куда что закручивается. Так что, при сборке включайте то видео и смотрите. Не забыли подцепить. От соленоида. От соленоида. Заземляющий. От датчика. Мотор. Сейчас я подключу схему. Соленоид поставили. Пружинку поставили. Механическую работу попробовали рукой. Как я показывал. Затем, когда будете ставить печку. Поставьте вначале. Экопару. А потом ставьте печку. И ещё такой нюанс. Когда будете ставить печку. Не забудьте о пасеке. Следующим шагом поставили крышку. Попробовали нашу работу. Закрываем. Наша кнопочка нажимается. Подцепили наш провод. Поставили панель управления. Два провода. Сюда поставили шлейф. Шлейф. Переключатель немножко. Который ставится вот так боком. И одеваем верхнюю крышку. Одели верхнюю крышку. Сложенного здесь ничего я не видел. Затем одели боковую. Закрутили на винтик. И ставим наш флоксканер. И ещё такая ситуация. Когда будете ставить. Я вот сам сейчас не так поставил как надо. То есть. Здесь я видим такие направляющие. Чтобы стекло у вас входило вот сюда. Итак. Включаем наш копир. Запускаем. Копир стал работать потише. Писка нету. Вот почему-то текст идёт маленько как-то криво. Поджал майка направляющий леска. Попробуем ещё разок. Попробуем еще разок. Попробуем еще разок. Диспетий долг. Диспетий. Итог. Поджал петий. Цвет наuns. Диспетий. Играет текло. Ну в принципе Сейчас уже видим Стало лучше Хотел с вами попрощаться Но тут уже На ремонт создали этот копир Из-за чего я начал весь разбор Видим Крепеж для пружинки Обломанный И здесь такая же ситуация Сейчас буду думать Как его Как закрепить Две пружинки Сейчас давайте включим Попробуем Что у нас вообще На что влияет Как я вам и объяснял Мы их уберем Чтобы они у нас Не попали внутрь Такие же две пружинки И так Две пружинки Вот они Нажимаем копию Видим То есть Наш блоксканер Встал на место Бумага наша не ушла Так что без этих двух пружинок Работать у вас Копир не будет И еще Как обычно Я вам показывал У всех лазерных Копиров Принтеров Из-за того Что заправляет Некатиционный Китайский тонер Потому что Оригинально Ты нигде не наешь Видим Здесь у нас На бумаге Отделители Такой же Запекший Кусочек Тонера Вот видно так То есть Надо тоже Разбирать И чистить печку В общем Решил я Вот с такой От сварочника Нашел проволочку Я делал Такой крючочек Сейчас одену На него Пружинку Сюда уже одену Сейчас сюда одену И попробуем Ну вот Я поставил Сюда Крепеж И сюда Сейчас Запустим Попробуем Поставили Запускаем Смотрим Видим Теперь у нас все работает То есть Таким образом Можно устранить Решение Нашей проблемы Если сломались Крепления На пружинках На этом все Я заканчиваю свое видео Если вам понравились Обзоры Как и рассказываю Не забывайте Ставить лайки Спонсировать Ютуб канал Подписываться В группу ВК Пишите свои истории Делитесь информацией Будет очень интересно Почитать До свидания С вами был канал Я Мой Принтер